Молодые родители, четвероногие Сара и Север. В их семье совсем недавно появилась малышка, но имя ей еще не придумали. Присматриваются к характеру, говорит директор зоопарка Сергей Писарев и добавляет. Пополнение случилось не только в семье северных оленей. Так недавно у винторогих козлов на свет появилось сразу четыре малыша. Барнаульский зоопарк всегда, каждый год отличается тем, что у нас появляется большое количество малышей. И все говорят о том, что бэби-бу. Радость материнства и отцовства познали этой весной и парнокопытные. Взрослый верблюд Мартик с верблюдицей Викой, которую привезли из республики Алтай, познакомился два года назад, а сегодня они молодые родители. Новый детеныш – особая гордость Барнаульского зоопарка. Верблюды здесь прежде еще не рождались. Детеныш уже уверенно стоит на своих длинных ножках, ласков и любопытен. Доброе животное, малышка, девочка. Я думаю, что мы оставим ее здесь, и она будет жить вместе с мамой и папой. Бэби-бум только начинается. Многих малышей еще ждут. В ближайшем будущем здесь должны появиться на свет канадские пумы, бенгальские тигры и лоси. Сергей Писарев отмечает, за последние два с половиной десятка лет Барнаульский зоопарк пополнился в разы. Я вспоминаю, когда здесь было несколько курочек и кроликов, когда я пришел сюда в 2000 году в индустриальный район, в зоопарке была лиса, был волк, был верблючок и были домашние животные. То сегодня в зоопарке уже только из краснокнижных животных, 16 видов краснокнижных животных, не говоря уже о тиграх, о львах, о пантерах, о рысях, медведях, которых никогда здесь не было. Для некоторых обитателей зоопарка в этом году подготовили сюрприз. Их ждут новые вольеры. Пока планируют шесть, и это уже большой рывок. На этой территории будет новый вольер, в котором будет жить Харза. Это краснокнижное животное. Мы получили его из Дальнего Востока. Нам прислали из Хабаровска. Также планируют закупить птиц-глухари из соседнего новосибирского зоопарка. Вскоре должны появиться и здесь. Инфраструктуру тоже обещают улучшить. Обновить тротуарную плитку – ландшафтный дизайн. Ну а сотрудники зоопарка вновь просят посетителей не подкармливать животных. У каждого вида свой рацион и график питания. Гостинцами можно непоправимо навредить. Как малышам, так и взрослым животным. Мария Кострева, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин